Стать счастливым обладателем тысячи квадратных метров Амурской земли сегодня может каждый, кто прописан в нашем регионе. На то, чтобы выбрать из 15 миллионов выделенных под правительственную программу гектаров самые лакомые, у местных жителей есть 4 месяца. С 1 февраля получить бесплатный участок смогут все россияне. Поэтому желающим стоит поторопиться с выбором, но подойти к нему с умом. Самый доступный способ – выбрать участок при помощи сайта на Дальний Восток РФ. Обязательное условие – наличие регистрации на портале Госуслуг. Если таковой нет, сделать ее несложно. При входе на сайт первым делом необходимо изучить карту и определиться, в каком районе вы желаете получить землю. Из 15 миллионов гектаров, 14,5 – и лесной фонд. Остальное – земли сельхозназначения. Земли, которые нельзя получить, вам покажет сама программа. Окрасит их в серый цвет после того, как вы выберете нужную опцию на панели инструментов. Также легко можно узнать характеристики участка, его площадь, координаты и кадастровую стоимость. Главное помнить – получить землю можно единожды. Как только вы заключите договор без возмездного пользования, других вариантов не будет. Поэтому я еще раз призываю подходить внимательно к выбору участков. Не просто брать для того, что сейчас дают и надо, надо, надо взять. А внимательно подойти и выбрать то, что вам действительно нужно, пригодится в будущем. Сообщать о способе использования участка сразу не нужно, рассказывает министр имущественных отношений Сергей Ховрат. Главное, чтобы он был законным. Если идей нет, на помощь снова придет сайт. Здесь размещены бизнес-планы с оглядкой на площадь земли и на специфику региона. Воспользоваться ими можно абсолютно бесплатно. Вид разрешенного использования человек может выбрать и узаконить в течение года, после того, как будет подписан договор без возмездного пользования. Но по истечении трех лет ему необходимо представить декларацию об использовании этого земельного участка. Заявление сайт составит автоматически. Как только вы выберете участок, бумагу необходимо распечатать и подписать. А после отсканированный вариант вместе с электронной копией паспорта отправить на рассмотрение. Оно длится месяц. В случае одобрения заявки останется только подписать договор, и вы станете счастливым землевладельцем.